Партнер нашего подкаста – онлайн-школы психологических профессий «Психодемия». Я хочу сказать, что сегодня я буду как ветчина. Что это значит? Это значит, что я между одним практикующим психотерапевтом и другим практикующим психотерапевтом, и я здесь между вами как ветчина. Ну, надеюсь, вы меня не съедите. Интересная, конечно, подводка, Катя, у тебя. Как всегда. Давно не чувствовала себя хлебушком, но ладно. Сегодня у нас в гостях Софья Гольдман, магистр психологических наук высшей школы экономики, практикующий психотерапевт, секс-терапевт, преподаватель с психодемией. Софья, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Юля, мою соведущую зовут Катя. Я тоже психолог, гештальтерапевт, секс-терапевт, семейный терапевт. Поэтому, правда, Катя сказала, что она сегодня немножко ветчина. Немножко ветчина и вместе с этим дизайнер одежды и исследователь имиджа. И мы сегодня будем с вами вместе, мы будем обсуждать Виланель из сериала «Убивая Еву». Интересный такой персонаж. Очень сложный сериал, на самом деле, друзья. Забегая вперед, скажу. Софья, вы смотрели сериал «Убивая Еву»? Да, посмотрела, но книжку не читала. Вот, надо бы почитать, наверное. Книга написана, и, кстати, очень интересно, она издана, сначала была в электронном формате, а уже потом напечатана Юле, так тоже люди делают. Вот, и написал ее Люк Дженкинс, который устал от таких архетипичных типажей шпионов, от Бондианы и прочих столпов шпионского мира, и решил, а что это мы здесь вообще? И сделал женщину-шпиона и женщину-киллера. И все это смешал в большое ведро. И очень много раз подвергался обвинениям. Там есть линия, которая немного притягивает воспоминания о сериале «Ее звали Никита». Кто-нибудь помнит этот сериал? Был очень популярный в одно время. Вот. И его, кстати, сегодня только утром я прочитала, что его обвиняли в том, что он там что-то якобы срисовал. Но, как мы знаем, и это все совершенно вилами по воде. Ну, в общем, оказывается, в сериале многих героев, которые есть в сериале, многие герои, которых в книге нет. Да, это я тоже слышала. С этим тоже будем сейчас разбираться. Вот. Ну, и, в общем-то, на мой взгляд, актрису подобрали в этот сериал блестяще. Ну, вот я так считаю. Как тебе? Каст? Да, каст. Мне нравится, как выглядит Виланель. Ты знаешь, вот и ее героиня, и ее взгляд. Это все такой мороз по коже, когда я на нее смотрю. И одновременно, правда, она вызывает у меня симпатию. Мороз из морга немного. Софья, а вам как? Мне очень нравится, что персонажи не типично красивые женщины. Мне кажется, что это очень здорово. И можно посмотреть на персонажа женщину не только в разрезе секса. С языка сняли. Это здорово. Мне больше понравилась Ева. И актриса мне нравится на самом деле. И, собственно, ее образ мне был интересен. Но Виланель тоже, да, классная. И, правда, мне кажется, это очень важно для современного мира, показывать просто женщин, а не картинку женщины. Да, ведь они действительно такие с точки зрения обложечной вот этой красоты глянцевой. Они ей, ну вот этой повестке Белла Хадидовой, они не соответствуют. Особенно Ева. Особенно с ее бэкграундом долгим очень из сериала. Не помню, как он называется, сериал про больницу. Помните, Софья, в котором она очень-очень помнила? Да, да, анатомия страсти. Анатомия страсти, точно. И у нее там хорошая... Ну, во-первых, мне кажется, потому что актеры с азиатской внешностью все-таки очень хорошо запоминаются. Особенно если они в касте единственные. И вот я когда трейлер к сериалу «Убивая Еву» посмотрела, я сначала вперед же выкатываю стереотипы. И я такая думаю, да какая же ты шпионка моя хорошая. Ну-ка, куда? Куда? А потом я такая думаю, блин, какой классный ход. Кстати, еще очень важный факт о сериале для тех, кто его не смотрел. Все сезоны, их 4 по 8 эпизодов, все их сняли женщины. И спродюсировали женщины. Поэтому это очень хорошее кино. Мне нравится, что там руку приложила британская кинематография, что он такой не совсем американский. И это и не европейский сериал, потому что в Британии это всегда какой-то такой отдельный мир со своими установками, столпами и вот этим всем. И я сегодня утром с удивлением для себя начала искать. Меня очень заинтересовало имя главной героини. А Косана же ж ее зовут. Да нет. Она ж Виланель. Вот уж Виланель. Она выбрала себе имя. И Виланель означает злодейка. Не по матушке она точно. Не по матушке. И есть две версии. Вот вроде как Виланель имя переводится как злодейка. А сама Виланель говорит о том, что свое имя она подсмотрела на флаконе духов. И это отправляет нас по вот этой кутюрной дорожке, параллельной линии всего сериала, где есть шоппинг, красивые наряды. И я обязательно нырну в эту часть. Я начинаю думать о том, сейчас мы говорим, что она выбрала себе имя. И я так уже с профессиональной точки зрения на это смотрю. Скажите, пожалуйста, Софья, вот как вам вообще эта история, что человек выбрал себе имя и отказался практически от своего старого имени? Мне кажется, что в современных реалиях это классная идея. И вообще может быть даже практичной. В плане Виланель понятно, наверное, что для нее это какой-то разрыв связи, с ее прошлым, с ее детством, с ее историей и с ее происхождением. Но вообще, в целом, мне кажется, что выбрать себе имя – это достаточно интересно. И может быть даже, кстати, терапевтично, если у человека действительно какое-то сложное прошлое или начало какой-то новой жизни. У меня вот есть пример девочки, которая сменила себе имя, потому что переехала в другую страну, и ее имя очень сложно произносится иностранцам. И перед тем, как пойти в новую школу, ей было очень страшно, новый язык, новая среда. И они вместе с мамой сменили ей имя. И она собирается поменять в документах его. Потому что ее имя иностранцы не могут произнести правильно. И боясь вот этого входа, мало того, что сложного, потому что это не ее среда, так еще и с именем сложности. Они поменяли имя вместе с мамой. Мне кажется, это в целом хорошая идея. Но в случае Виланель – это на мой вкус попытка как-то разорвать связи с прошлым. Было ли это терапевтично в случае Виланель? А там нет просто. Нам показался весь сюжет сериала, что для нее это, правда, был другой способ. В ее случае вряд ли это было терапевтично. Скорее, в ее случае это лишь усугубило картину. Такое отрицание своих каких-то прошлых, травмы событий своей жизни, как они повлияли на нее. В ее случае это, скорее, плохо сыграло ей на руку. Но кому-то это, правда, может помочь. В таком случае там есть еще целый ряд инструментов, как и у всех киллеров, которые она использовала. На первый взгляд они могли показаться как будто бы облегчающими такую сложную жизнь. Ну вот шоппинг, которого я уже касалась, как она совершает эти покупки. Есть целый ряд статей о том, что убивая Еву, просто секс в большом городе со шпионским уклоном практически. И с трупами. И с трупами, да. На мой взгляд, вот здесь я немножко краешком присяду на ваш психологический стульчик. И на мой взгляд, с точки зрения стиля и имиджа, человек такое огромное количество образов себе подбирает, разных совершенно, по одной единственной причине. У нее есть огромная тревожность, несмотря на отсутствие чувствительности как будто бы. и мне кажется, что она меняет свои лица, ну да, одежду, перевоплощается для того, чтобы не оставаться там, где ей нехорошо. Как рассматривать вот эту вот ее смену постоянную ролей? Ну как будто бы она меняет роли, хотя на самом деле она остается в одной. Я думаю о том, что правда эта героиня, она точно не имеет корней, для нее иметь привязанность невозможно. Она просто вследствие ее психического, психологического склада, ее личности. И для нее это еще один из способов наполнять свою жизнь хоть чем-то. Потому что ту скуку, о которой она часто говорит в сериале, это один из способов, ну, немножечко ее украсить свою жизнь. Конечно, приходится делать это все больше и больше. Это не доставляет никакого удовлетворения. И поэтому все чаще и чаще она меняет свои образы. Софья, как вам эта идея? Ну, мне кажется, я в большей степени согласна. Наверное, важно сказать, что слова «психопат» в медицине, собственно, нет. И диагноз «Биланель» был «специфическое расстройство личности». И, собственно, исходя из самой терминологии, можно сказать, что у нее расстройство личности. У нее нет как таковой устойчивой личности. И мне показалось, что смена образов – это не только про скуку, я согласна, что это тоже про это, но и про то, что она не может понять, а кто она и какая у нее личность, подобрать себе тот комфортный образ. Понятно, что мы все меняем. Дома можем походить в трениках и на красную дорожку выйти самым красивым. Или наоборот. Или наоборот, пожалуйста. Вообще тоже это окей. Но есть все равно какая-то устойчивая личность и устойчивый образ, одежда, в которой нам комфортно, большую часть времени. У нее этого нет или незаметно, что, собственно, ей комфортно, потому что, мне кажется, у нее просто нет какой-то устойчивой личности. Плюс скука. Мне очень понравился термин, я недавно его узнала, и теперь активно его использую. Это фастфудный дофамин. Да-да-да. Я его нашла в понятии информационного поля. Фастфудный дофамин. И плюс, мне кажется, что ее шоппинг – это еще такой способ избегания какого-то. Например, когда мы говорим о людях с зависимостями, наркотической или алкогольной зависимостью, то это способ избежать из реальности, которая тебе некомфортна, она тебе не нравится, она тебя тяготит, попробовать себя в какой-то новой роли с помощью алкоголя или наркотиков, потому что сознание все равно меняется. И есть ощущение, что для нее шоппинг играет еще и эту роль. То есть такая вот зависимость, которая помогает ей, во-первых, получать дофамин, а во-вторых, это сбегать от самой себя, то есть менять эти образы, потому что самой себя как бы нет, или она сама себя не устраивает. Что там в глубине у нее, конечно, сложно понять из сериала. Вот у меня какой вопрос родился, пока я вас слушала. Мы с вами обе знаем ответ, вы обе, скорее всего, ответите одно и то же, что могло бы помочь или как-то вообще облегчить жизнь такого человека, как Виланель. Я вот не думаю, что для нее ее жизнь очень тяжела. Я когда смотрю на нее, я думаю о том, что она точно хочет каких-то отношений, по крайней мере, да, все, что ей человеческое, может быть доступно, а оно тоже ей недоступно. Есть чудовищный момент в сериале, где говорится о полном отсутствии ее эмпатии, а также о, видимо, это тоже следствие ее расстройства, ну, как мне удалось понять, что она буквально совершенно воспринимает то, что люди ей говорят. Она, сидя в больничной палате, где мальчик признается в том, что после смерти близких он больше не хочет жить, она сворачивает ему шею. Да, то есть в норме как будто бы поддержать нужно, да, сказать, что все будет хорошо, ну, или какие-то другие слова найти, ну, например, волшебные, ну, ты не переживай, да, вот, после которых все проходит. Она сворачивает ему шею, потому что она совершенно буквально, то есть у нее как будто бы, на мой взгляд, отсутствует отдел мозга или души, который отвечает, знаете, за обработку информации, за что человек сказал и что с этим делать. И нужно ли с этим что-то... Как он сказал, что он при этом чувствует, как она там чувственно откликается на его переживания. Да, это для нее невозможно. Вот, и вопрос, который у меня появился, это то, что вот их встреча с Евой, которая тоже немножко подтекает, шифер у нее, много сцен, где можно увидеть, что она тоже не очень-то окей. Два не очень здоровых человека встречаются. Могут ли они друг другу помочь, по-вашему? Мне так не кажется. Во-первых, надо говорить о том, что у людей со специфическим расстройством личности повреждено менталевидное тело в мозге, которое отвечает как раз-таки за эмпатию. Ряд других вещей тоже, но за эмпатию в том числе. И, соответственно, у нее буквально физиологические нарушения. Ей поможет, если она захочет, то ей поможет какая-то достаточно серьезная бедикаментозная терапия, какая-то серьезная психотерапия, возможно, пребывание в клинике достаточно долгое, чтобы это было под наблюдением, чтобы не было внешних раздражающих факторов и так далее и тому подобное. Но да, я согласна, что у нее очень кажется, что ей сильно хочется как-то изменить свою жизнь условно, я беру кавычки, нормальными способами такими. Вот Еве хочется, кажется. Она ищет способы поменять свою жизнь. А Виланель нет. Да, Виланель нет. И по поводу того, что Ева может помочь Виланель, мне тоже так не кажется, потому что отсутствие эмпатии не позволяет нам любить человека. Ведь самое важное в любви к другому человеку это осознавать, что он другой человек, что у него есть свои сложности, трудности, какие-то специфичные особенности. Он или она может относиться не так к уборке. Ну, не знаю, самые частые конфликты в отношениях. Спасибо, что надавили на эту мозоль. И это все не значит, что нас не любят. Ну, то есть если наш партнер считает, что заляпанное зеркало зубной пастой в ванной, это окей, это не значит, что нас не любят. Но для Виланель для нее необходимо создать себе идеальный образ в партнере. И если есть хоть какое-то отступление, то все, она разочарована. Помните, там была сцена, когда Ева говорит, ей прости, что я тебя разочаровал. Да-да-да-да-да, хорошая сцена. Невозможно найти партнера, который будет нас всегда не разочаровывать сто процентов времени. Даже у вибратора могут сесть батарейки внезапно, да? Что уж говорить о людях. Абсолютно, абсолютно. И то есть это тоже надо понимать, что храпит, пукает, там, не знаю, еще что-то, ест не так, как нам нравится. К сожалению. И для людей здоровых это окей, мы можем с этим смиряться, принимать, усмехаться. Для Виланель похоже, что каждое отклонение такое маленькое, это тотальное разочарование. Все, ей дальше человек не подходит, она больше не хочет с этим человеком быть. Если ты мне не нравишься, я тебя убью, все. Да, да, абсолютно. Очень прямой путь. Не страдать, не переживать, просто человеку все, нет, невозможно его исправить, невозможно думать о том, как было бы. Мне кажется, есть два вида людей с такими расстройствами. Я надеюсь, ты с такими не встретился в своей жизни, Кать. Главное в зеркале не встретиться с этим человеком. А кстати, пасхалочку давайте оставим. Нас совершенно точно не послушают люди с этими расстройствами, потому что вряд ли их заинтересует эта тема. Потому что, мне кажется, хоть они и не отягощены эмпатией, но и мне очень нравится, когда говорят, что у них что-то не так. Потому что у них не может быть что-то не так. Ну, наверное, в жизни каждого пятого человека такое нехорошее ку-ку встречалось. Слушай, ну смотри, Виланель – это же собирательный образ из многочисленных черт, таких очень утрированных. Очень утрированных. Таких, как она, скорее… Или они уже где-нибудь в черном дельфине сидят, живут долго и не очень счастливы. Не очень долго. Вот. Ну, как бы это правда. То есть мы не можем сейчас говорить, что нам завтра встретится такой человек, не дай бог, или послезавтра, или придет к нам в психотерапию, скорее всего, что тоже этого не произойдет. Они до психотерапевтов редко доходят. Ну, смотрите, мне кажется, там Дженкинс поскреб так неплохо по сусекам и собрал где-то кожицу американского психопата, где-то с Ганнибала Лектора что-то он такое списал, да, потому что там даже есть что-то про мимику. Она даже мимику свою использовать не может полноценно, потому что она не знает, какое лицо, выражение лица, какой эмоции вообще подходит. И она смотрит на людей для того, чтобы мимикрировать. Здесь это важный момент. Она, если этого делать не будет, это тоже ее способ выживать. Она, если этого делать не будет, люди поймут, что она очень сильно отличается от них. Это способ приспосабливаться. Вот у них такой. Правда, им сложно испытывать некоторые эмоции, и выражение этих эмоций. Они списывают с других. Учатся просто. Эти люди учатся, как эти эмоции изображают, скажем так. О, изображать эмоции. Другой вопрос, что они так и не научаются. То есть если посмотрите на детей, они тоже учатся изображать эмоции. Ну, кроме плача, это с самого начала начинается. Это просто сигнал о помощи. Даже другого способа нет. Но дальше дети очень копируют мимику. Даже если вы позамечаете, что бывает, что ребенок очень похож, там, девочка похожа на папу, но мимика у нее мамина. Да, правда. Но стареть она будет по типу мамы, потому что она будет использовать мимику мамину. Потому что дети копируют, но они научаются, и это становится обычным. То есть, естественно, мне приходится каждый день смотреть на то, как правильно сердиться, улыбаться, показывать раскаяние. В случае Виланель и других людей с специфическим расстройством личности, определенными по типам, они не научаются. То есть для них это так и не становится естественным. Это как каждый раз, как по какому-то примеру рисовать, да? Как каждый раз? Да. Каждый раз я, чтобы нарисовать, мне нужен какая-то калька, мне нужен образец. Я не помню, никогда не вспомню, как это делать. Да, именно так. Потому что просто отсутствует отдел, отвечающий за формирование этого, ну, там где-то что-то у него полом. И, в общем-то, как быть? Не всех этих людей забирают в клинику, и для кого-то это близкий родственник. Не приведи, Господи, партнер такой может быть. И ведь вот еще мне интересно, Виланель ведь не всегда была такой. То есть она родилась, очевидно, да? Возможно, с этим уже отклонением, таким физиологическим, которое вы, Софья, описали. У нее мог быть другой путь? Я думаю, что да. Определенно, что есть что-то врожденное, есть теория о том, что это генетически как-то передается. Но понятно, что среда дальше как-то влияет. В целом есть предположение о том, что люди с так называемой психопатией, вообще их достаточно много, и многие успешно ее применяют. Они слишком чересчур эксцентричные или слишком смелые. Но мы сами, наверное, видим этих людей, которые прыгают с каких-то высоких башен без парашюта для того, чтобы приземлиться на какую-то сетку. Среди них много достигаторов таких, в этом смысле, которые очень выше, сильнее, быстрее. По головам, как говорят. Крайне исполненным поведением. Отсутствие страха. И Виланель же тоже отсутствие страха абсолютно. И ощущение боли. Но вот интересная полярность у этих людей, она бывает такая маленькая, а бывает большая. Я наблюдала. Не только у Виланеля, у других людей, которые могут быть хладнокровные, бесстрашные. Ну, как будто бы они могут быть такими жестокими. Но при этом они испытывают совершенно чистосердечное... Раскаяние? Нет. Они действительно расстраиваются. расстраиваются. Если, например, вот Виланель пришлось обуть уродливые кроксы. Там сцена в больнице, где ей пришлось переобуться. И она вот... Как же я сейчас это сделала? И это совершенно искренние эмоции. Она правда... Ну, как могу на себя надеть? Вот это для меня просто фантастика вообще. Фантастика. Как красиво поломано, ё-моё. Очень красиво поломано. Да, они все так... Ты просто влюблена в моду, Катя. Да, да. Ну, вообще, на самом деле... А я у людей. А я не разделяю уже, знаешь. Я придерживаюсь мнения, что нет людей на земле, у которых нет отношений с модой. Потому что в тот момент, когда первобытные люди завели себе вторую набедренную повязку, родилась мода. И я никогда не поверю человеку, который скажет, мне мода не интересует. Пока он одет, она его интересует, и он в этом участвует. Поэтому, да, меня интересует мода и человек, и их взаимоотношения, как это все там крутится в этом супе. Истории фикшн-персонажей часто несут в себе ценные уроки для зрителей. Однако внедрить их в свою жизнь бывает непросто. Обладеть основами психологии в теории и на практике поможет партнер нашего подкаста онлайн-школы психологических профессий «Психодемия». Обучение здесь выбирают не только за возможность освоить новую профессию, но и качественно улучшить свою жизнь. У психодемии множество курсов по самым разным направлениям, от коучинга до сексологии. А мы рекомендуем начать со снов психологии. Это база, благодаря которой вы узнаете, как проживать эмоции и строить эффективную коммуникацию с окружающими, как работает мышление и как тело связано с сознанием. Обучение психодемии основано на научном подходе, с заказанной эффективностью, а информация подается простым языком, так, чтобы понятно было как новичку, так и профи. Здесь не душат теории, а учат безопасно внедрять новые навыки в свою жизнь. Если вы хотите лучше понять себя и окружающих, найти в себе силы и вдохновение достигать целей, а также узнать, как достичь персонального счастья, то переходите по ссылке и регистрируйтесь на курс «Основы психологии». А для тех, кто решится прямо сейчас, «Психодемия» дарит скидку 15% по промокоду REDBARN. Приложение действует до конца марта 2024 года. Виланель. Ее отношение к себе, к своей внешности. На мой взгляд, актриса блестяще подобрана. У нее максимально нейтральная внешность. Она может быть кем угодно. Кстати, тот факт, что она русская и ее условный босс Константин тоже русский. И как вы считаете, что автор хотел нам подкинуть? Как вы думаете? Понятно, что мы вне британской повестки и не можем понимать, как они относятся к... Ну вот как все-таки русская вот эта Оксана, она сразу должна холодом поведеть? Потому что она почему-то не венгерка и не полька. Мне кажется, что, во-первых, конечно, есть некая ароматизация русского шпиона еще со времен Советского Союза. А во-вторых, ну это я хотела бы предположить, мне бы хотелось, чтобы сценаристы думали о том, что русским иммигрантам действительно происходит очень трудно. И они проходят через очень многие кризисы. И, возможно, Оксана, собственно, продукт этого непройденного кризиса у родителей иммиграции, адаптации, и когда очень тяжело, к сожалению, многие люди могут срывать свою невыносимость бытия на детях, потому что дети же еще и усложняют жизнь. Очень сильно. То есть такой сочувствующий посыл был у автора. Ну, мне бы хотелось так думать, но мне кажется, что скорее первая теория о романтизации русского шпиона, она ближе к правде. Но вообще, да, жизнь иммигранта действительно очень трудная вообще, вне зависимости от какой-то страны. Но я думаю, что русским в последнее время еще труднее. А у меня еще одна есть теория. Это теория о загадочной русской душе. И всегда... А очень многое, что неизвестное, пугает. Вот загадочное, это не совсем известное. Когда автор, возможно, думал, это что-то неизвестное, и тогда это легче сделать пугающим. Ну, с точки зрения имиджа нашей страны, для многих других национальностей, еще очень много мистицизма, часто вот загадочная русская душа, русское зло. Малоизвестно. Малоизвестно, неизучено, непонятно. Распутин, водка, балалайка. Я думаю, что не могла быть она никем другим, кроме как Оксаной. Ну, я не представляю, чтобы она была, например. Ну, Америка, это просто скучно. Это просто скучно. И вот еще интересная штука. В сериале много смешных моментов. То есть там есть юмор. И вот у Виланели, у нее с чувством юмора как у таких людей вообще? Оно может быть таким-то таким великим? Не знаю. Честно говоря, несложно ответить на этот вопрос сейчас. Почему нам часто нравятся люди с расстройством личности, не только специфическим, вообще, и там те же, если говорить о том, что, возможно, у Виланели артистическое расстройство личности, то эти люди действительно обладают поверхностным обаянием, которые очень влюбляют в себя. И, возможно, юмор — это просто часть механизма, который располагает к себе людей. Те же нарциссы, они изначально очень нравятся. К ним притягиваешься. А что происходит потом? А потом видишь поверхностность. А потом он достает ружье, например. И ты ничего не видишь? Больше? И ты больше никогда ничего не видишь? Ну, это в самой худшей ситуации. Да, я на шкутрирую, конечно. Да, конечно. Но вообще обычно ты просто понимаешь, что человек говорит о своих достижениях, которых на самом деле нет, или они очень сильно приукрашены. Вообще, там, ложь у Виланели тоже — это отличный способ, которым пользуются люди с нарциссическим расстройством личности для того, чтобы просто положить к себе. Потому что восхищение, обожание, оно очень привлекает. Оно как раз помогает выстраивать эту личность, что я хороший, я нравлюсь. об других, так я называю. Я хороший об других, или с помощью других, или через других. Это про удар. Когда ты говоришь об других, это для меня про какой-то удар или столкновение. Нет, обо что-то. Вот я об тебя сейчас умная, об тебя красивая, об тебя вот как бы благодаря тебе. А нарциссы выбирают людей, которые похуже, чем они? Не всегда. Нет. Мне тоже согласна, что не всегда, но нарциссы не очень любят людей, которые задают слишком много вопросов. Надо, чтобы молча восхищались. И много недоверчивых. То есть нарциссы к недоверчивым людям не пойдут, потому что их быстро раскушат. Вот у тебя есть такая черта, что ты на всякий случай задаешь точнейшие вопросы, что-то подвергаешь сомнению. Теперь сказали классную историю, какую-то суперневероятную, и ты решил погуглить. А ты типа такой, ой, а как там было, да? Ну да, как там было, или погуглить, я не знаю, из последнего, что мне рассказывали, я думаю, что у человека есть нарциссическое островство личности, что встретился с медведем в лесу и провел 40 минут на дереве, и вот все такие, о, как это было опасно, наверное, ну как здорово, что ты выжил. Так медведи же очень хорошо лазят по деревне. Во-первых, ну окей, может тонкое дерево, здесь еще можем хоть как. Может медведь какой-то косячный. Я очень недоверчивый человек в этом плане, и я решила проверить. И медведей в этом лесу не водится. Последний раз они были завечены там в 60-х годах. В общем, к таким людям, которые вот недоверчивые, они не тянутся, они очень быстро понимают, что их подозревают, и скорее перестают общаться, могут даже демонизировать. Вот нарциссы, например, когда они выбирают себе партнеров, они, если видят друзей у партнера таких вот подозрительных, недоверчивых, они очень быстро начинают говорить, ой, она сумасшедшая, или он сумасшедший, твой друг или подруга, и пытаются отстранить, чтобы не было критики. Еще и власть у них есть такая, да, то есть авторитет, они как будто бы, ой, вы знаете, которые не всячески стараются всевозможными способами удержать, чтобы этот прекрасный образ не разрушился. Обожаю русский язык за то, что есть два очень похожих слова. Поддержать, да, то есть что-то сделать для того, чтобы оставаться на уровне там авторитета, и удержать. Это совсем другое. Там как будто бы усилия, а не просто сила, а не вот именно старание. Виланель, она, собственно, так и делает, видя партнеров, которые умные, еще какие-то, и вот абсолютно здоровые. Она их устраняет. Она их убивает, но в случае, наверное, не сериала, нарциссы или люди с расстройством личности, они будут не убивать, но всячески пытаться поссорить и устранить человека из поля. То есть она же там... Ему же, собственно говоря, Ева пытается все время устранить, отстранить. Вот, ну, это очень классическое поведение, что если кто-то... Вообще разрушить жизнь ее вокруг, чтобы оставалась только она. Только, да, да. Это очень классическое поведение. У нее утрировано в сериале, а так это будет вот такое вот вырывание человека, который каким-то причинам понравился человеку с расстройством, вырывание из своего круга, из своего общества, от родителей, от друзей. Ну, очень, правда, абьюзивная классическая история. А самое печальное в этом, знаете, что? Что когда она, если когда она всех устранит и все взорвет на своем пути, что, ну, по ее мнению, мешает ей оставаться с выбранным партнером, то после всего этого ей может стать снова скучно и неинтересно, и этого человека она оставит наедине с разрушенной жизнью и будет искать себе развлечение дальше. Да? Ну, какое-то другое, потому что скучно очень. Единственное, почему-то сейчас у меня рождается переживание, когда ты это говоришь. Оно не мое, оно так больше около всей этой истории. Ну, как будто вот она досадует, и это максимум. Ой, досада, оно такое, да, немножко переживание девушки из редакции модного журнала. Ах, досада. А вокруг уже покалеченные судьбы, жизни. Я хочу неочевидную параллель мою любимую провести, потому что я послушала достаточно интересную лекцию очередную о Коко Шанель, и интересно сплелось про имена. Есть много версий, почему мы знаем, что настоящее имя Коко Шанель – Габриэль. Оно красивое, оно французское, а какое-то прозвище, и есть множество версий, ни одна из них не подтверждена, почему ей дали такое прозвище. Одна из самых жизнеспособных – это та версия, которая самой Габриэль очень сильно не нравилась. Когда она некоторое время работала в Кабаре, и она не была певицей, она была подпевкой. И у нее была одна своя песенка, которая так и называлась «Вы не видели Коко». Ну, одна такая самая опористая, потому что слишком много свидетелей есть о том, что как бы пришла она, будучи Габриэль, а стали звать ее Коко там из-за этой песенки, по которой ее все узнавали, иначе не знали бы. Вот, и это ее позиция в этом Кабаре. Она была такая между девочкой на побегушках и какой-то подпевкой, то есть очень незавидная такая. А сама Мадемуазель Шанель всю жизнь стремилась и к статусности, и к статусным друзьям, к окружению, красивой жизнью, и хотя мы даже не знаем, насколько грамотная она была. И вот связь для меня такая, что есть достаточно много великих женщин, восхитительных, восхищающих, которые выбирают себе легенду. Габриэль Шанель, конечно, никого не убивала, надеюсь, кроме конкурентов, ментально. Но у нее тоже была такая история недостоверная, множество из ее рассказов не подтверждены вообще никак. И вот у нас есть такая Веланель. Разные очаги опасности. Была ли, например, Коко Шанель опасным человеком, конкурентом? Да, несомненно. Могла ли она при этом кого-нибудь убить? Нет. Но вот про Оксану мы этого сказать не можем. Много степеней у этого расстройства. Потому что мне кажется, что у Коко Шанель тоже немножко свистела фляга. Мы уже сказали о том, что Веланель – собирательный образ. Если все-таки такой человек, ну или близкий к этому расстройству, о котором мы говорим, если все-таки вот он пришел к вам как к психотерапевту, что это будет? Софи, у вас есть опыт работы с… С таким тяжелым – нет. У меня есть с пограничным расстройством личности я работаю. То есть это вот пограница. Но для меня лично обязательно затрудничаю с психиатром. В данном случае я вообще… У меня есть прекрасный мой коллега-психиатр. Мы работаем парно с ним, когда есть какие-то заболевания. Извините меня, а как эта работа происходит? Я никогда не интересовалась этим процессом. Ну, если я вижу, подозреваю у человека… Я не могу диагностировать, потому что у меня нет медицинского образования, но я подозреваю у человека какое-либо там расстройство, депрессию, биполярное расстройство. С шифренией ко мне не доходили. Ну, в общем, я бы тоже, наверное, смогла бы ее заметить. То я говорю о том, что мне так кажется, я бы очень хотела. Мне кажется, это будет важно для вас, потому что вы пришли ко мне с определенным запросом изменить эту ситуацию. И вот в паре с моим коллегой будет гораздо эффективнее и быстрее. Могу поработать, если есть какие-то страхи перед антидепрессантами или любой другой медикаментозной помощи, можем об этом поговорить, поработать. Ну, я не могу никого заставить, но для меня это важно. Я напоминаю о том, что такие вещи без медикаментозной помощи мы ничего с этим особо не сделаем. То есть поправить их просто вот психотерапией. На мой взгляд, я знаю, что есть психотерапевты, которые с вами не согласятся, я уважаю это мнение, но это мой способ работы. Вот. На мой взгляд, нельзя. И, соответственно, я отправляю их к человеку, которому я очень доверяю, который разделяет мои ценности. Я знаю, что этот человек не поставил какие-то лживые диагнозы, не будет никого козлатить. Я отправляю их к психиатру с разрешения клиента или получаю одобрение, что я могу с психиатром это обсуждать, только с точки зрения медицины. Соответственно, психиатр со мной делится обычно диагнозом, говорит о том, когда помогут антидепрессанты или другие медикаменты, нейролептики. То есть мы ожидаем, что антидепрессанты, например, они усваиваются около месяца, могут быть такие-то и такие-то попочки, вместе с клиентом следить за этими попочками. Соответственно, я клиента спрашиваю, как вы себя чувствуете, проверяю по попочкам. Ну, вот, соответственно, так строится работа. Там бывают какие-то откаты, потому что гормональные препараты очень трудно подбираются, нельзя их подобрать как антибиотики. Их подбирают как противозачаточные, методом дыка. Софья, я с вами согласна, что есть точно уровень расстройства, тяжесть его, и расстройство, которое лечится при помощи медикаментозной терапии. Здесь я вас полностью поддерживаю, и я считаю, что каждый должен заниматься своим делом всё-таки. И у нас такое... Есть разделение точно, да, на психиатров, психологов, психотерапевтов. У каждого точно есть свои задачи. Да, абсолютно. Если человек приходит с суицидальными мыслями, ну, я не готова брать на себя такие риски. Ну, есть совершенно точно терапевты, которые готовы. Вот, кстати... Терапевты, которые готовы, которые не готовы сотрудничать с психиатром, я вот, ну, там... У меня такие свои какие-то вопросики к этому есть, и к комплексу всевластия или всемогущества. Да. Поскольку мы упомянули, что Софья преподаватель психодемии, мне вот очень интересно, я видела много, там, несколько пакетов, которые меня тоже заинтересовали. На что стоит обратить внимание при выборе образования дополнительного или переподготовки, если ты хочешь получить профессию с помощью психодемии и психолога? Для меня важнейшим фактором был образ и те преподаватели, которые работают в психодемии. В психодемии работает несколько моих преподавателей из высшей школы экономики, которые мне очень нравились, и чьи взгляды, чьи подходы я очень разделяю, и они мне откликаются, и я читаю там какие-то статьи научные или научно-популярные, и у меня нет вопросов и каких-то сомнений, и то есть для меня это было основой. Плюс это безопасное пространство, которое, я знаю, мне дадут эти преподаватели из психодемии, то есть это полное принятие. Мне очень нравится этот ресурс того, что ты туда можешь прийти абсолютно любым, никто не будет тебя осуждать с любой своей какой-то ценностью, любой своей личностью и идентификацией, и в психодемии супербезопасное пространство для этого, и для меня лично это очень важно, потому что я работаю со специфичными людьми, и мне важно, чтобы меня учили работать с этими людьми и, собственно, разделяли мои идеи. Очень важен для меня научно-доказательный подход в психотерапии, и вот, например, я поделюсь без упоминания, я сейчас заканчиваю большой блок в психодемии по переквалификации на секс-консультантку, такой двухгодичный, и вот у меня осталась весна, по-моему. И меня попросили еще посмотреть еще один курс, оценить его, мы спросили, а вот может туда пойти учиться, там чуть-чуть дешевле. Я говорю, да, окей, я посмотрю курсы, вроде тем звучат хорошо, очень похожи на психодемию. Я смотрю с психопреподавателей и не вижу там ни одного знакомого лица, а я очень глубока в теме секс-терапии и знаю, в общем-то, всех ярких представителей, кто занимается секс-просветом, секс-консультациями, и думаю, блин, ну надо посмотреть. И зашла на гинекологу, которая тоже преподает на этом курсе, и увидела там рекламу отбеливания промежностей. О, я очень много знаю про это, это прям предмет моих шуток, знаете, это, знаете, сразу как red flag, да, red flag. Да, и это просто огромный красный флаг, потому что, ну, предлагать это, понятно, мы никого не осуждаем, если кто-то хочет это сделать, это окей. Почему? А я осуждаю, я могу, я в белых гольфиках, здесь я осуждаю такое. Я не осуждаю модификации тела человека, пожалуйста, делать что хотите с собой. Нет, нет, не модификация, я имею в виду способ и место для размещения этой рекламы. У гинеколога. Да, у гинеколога рекламировать это, говорить о том, что сделать это место красивым, но для меня это было прям, я закрыла, отправила принтскрин на этого поста, тому, кто меня спросил, стоит ли учиться на этом курсе, и сказала, я думаю, что у таких преподавателей не стоит. Это же правда, кажется, всего лишь реклама, а на самом деле, какой это вот такой опознавательный знак. Абсолютно. Про ценности, про то, что транслируется, про то, что принимается, не принимается. Про то, что выводится на первый план. Круто, что вы провели такую работу и смогли софию так это вычленить. Я думаю, что без опоры в виде хороших академических знаний, без опоры в виде поля профессионалов, более старших и опытных коллег, просто невозможно выработать вот это, когда ты сразу чекаешь. В таком случае я могу предположить, что у обучения в психодемии есть особенности. Что бы вы для себя могли бы выделить? Очень хороший фильтр преподавателей, то есть у меня они все, правда, мне кажется, я ни разу не не тыкалась на людей, с которыми у меня были хотя бы какие-то вопросы. После трехмесячных курсов? Ну нет, у меня большие, я проходила там уже два обучения, я преподаю там. Нет-нет, я говорю про преподавателей, знаете, сейчас просто очень многие люди пытаются преподавать буквально после, они с азбуку дочитали и он менеджу. А, нет, такого у психодемии точно нет, это люди с хорошим образованием, фундаментальным образованием, не одним, и мне кажется, даже не питьево образованиями, и классно, что у них есть какие-то свои соцсети, ты можешь посмотреть, плюс мне кажется, очень важно иметь какую-то ролевую модель, на мой взгляд, как в психотерапевтке, там у меня есть две ролевые модели, это моя преподавательница, более старшая, более опытная, к которым я иду, я смотрю, что они рекламируют, какие курсы, какое обучение, и, собственно, в психодемию я так и нашла. Моя научная руководительница в вышке была Марина Травкова. Ого, знакома, знакома, конечно, с Мариной, с ее трудами. Да, и она начала преподавать в психодемии, и я сразу обратила внимание, потому что ее реклама для меня уже авторитет, то есть мы с ней прошли достаточно большой путь вот за два года магистратуры, и я уже знаю этого человека, я знаю, что мне подходит ее способ преподавания и то, что она преподает. И психодемия дает эту возможность, очень крутую, соответственно, даже после каких-то коротких курсов найти себе человека, который тебе нравится, и дальше за ним, ну, следить в соцсетях, в хорошем смысле следить, и учиться у этого человека дальше, читать литературу. Все же, я тоже, советуем какие-то книги, делаем какие-то маленькие, может быть, обзоры, что классно прочитали, и у тебя появляется достоверный источник информации. И сообщество, кажется, хорошее, судя по тому, что вы обе говорите, нет у меня поводов вам не доверять. Да, на самом деле, сообщество тоже очень важно для психотерапевта, потому что это помогает и себя раскручивать, то есть я, например, работаю только через сарафанное радио, у меня нет никаких, у меня есть персональный, ну, у меня есть сайт, но это скорее информационный ресурс. Я не рекламирую себя, мне повезло, что у меня очень хорошо работает сарафанное радио, иногда даже слишком хорошо, и вот, например, даже вчера, собственно, ко мне написал мне клиент с просьбой взять его в терапию, а у меня нет места до апреля месяца. И я могу своих коллег рекомендовать. И вот психодемия, она создает такое пространство, что вы можете объединяться в какие-то чаты и группы, и тогда будут вываливать клиентов, ну, может, ко мне, те, кого я не могу взять, те, кто мне не подходит по ценнику, например, или те, кто слишком мне близок, ну, например, там, психологи и психотерапевты не могут взять работу, там, друзей первого, да даже второго круга, на самом деле, не стоит брать. И, соответственно, мы можем вот таким образом друг другу помогать и зарабатывать. Это очень важно. Психодемия дает эту возможность вот создавать чаты, как-то дружить, общаться, понимать, кого ты можешь порекомендовать, кто-то тебе нравится, как работает, учится. Вы же это все смотрите. Вот, поэтому есть еще и правда классный способ себя раскрутить. Просто благодаря тому, что ты учишься в какой-то открытой группе, вы постоянно встречаетесь, общаетесь, работаете в тройках. Это правда очень важно. Я так похвалюсь, я подала заявку на запись по эмоционально-фокусированной терапии, которая начинается в психодемии в сентябре, по-моему, или в октябре месяце. Вот, поэтому я тоже буду скоро в ваших рядах, скорее всего. А я на низком старте. Мне очень понравился курс основы психологии. Там два блока. Основа психологического консультирования. Да, совершенно верно. Ну, извините, я еще не так подкована и подвешена. Ну, с него стоит начать, но надо понимать, что после него лучше выбрать какой-то подход. Там, собственно, будет ознакомительная часть про подходы в психотерапии. Выбрать, который откликается, уже идти на более узкую специальность и дальше развиваться. Да, в психодемии еще круто, что у тебя есть прям понятные ступеньки, по которым ты можешь двигаться, если ты начинаешь с нуля. Ну, либо повышать свой уровень квалификации. То есть для меня психодемия – это вот такой, правда, классный ресурс, чтобы постоянно… Мне кажется, психологам нужно постоянно учиться. Да. Вообще постоянно. У меня не было еще, мне кажется, периода, чтобы я не училась, и я закончу курс, и я хочу пойти дальше еще учиться. Просто два я уже не тяну с работой, вместе с преподаванием, с работой и еще обучением достаточно. Тем более, учеба на психодемии такая интенсивная, действительно серьезная учеба. Столько энергии, и я хочу для себя отметить, это вы здесь психологи, а я всего лишь человек, и я когда первый раз зашла, я очень боюсь новых сайтов, очень боюсь. Мне даже некомфортно иногда бывают новые места приходить, а новый сайт – это вообще я боюсь потеряться. И я отметила, что структура очень понятная, очень удобна. Правда. Софья, было очень приятно сегодня с вами поговорить. Я хочу напомнить, что с нами была Софья Гольдман, магистр психологических наук, научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, практикующий психотерапевт, секс-терапевт, преподавательница психодемии. Спасибо вам большое сегодня за то, что мы с вами попытались разобрать такой сложный персонаж, как Виланель. Спасибо вам, тоже было очень интересно поучаствовать. Спасибо за возможность, и правда, был интересный разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!